Что с вами Рукап и такой турнир, как Эпицентр, а точнее отборочной Америки, Финал. Встречаются такие команды, как Team Shazam и Complexity Gaming. Напоминаю, что формат данной встречи Best of 5, 1-0 в пользу Shazam. И эту игру для вас будут комментировать GM и Crystal May. Надо кричать агрессивно, понимаешь, Shazam. Я не хочу ночью кричать, вообще, честно. Я знаю, я знаю, я хочу спокойно говорить. Я о том, что Shazam — это тот клич, который делает этот герой комиксов для того, чтобы стать мужиком. Подожди, подожди, я что за герой комиксов, подожди. Shazam, серьезно? Что-то я не в курсе, да. Ну, короче, это типа... Как называется комикс, скажи мне с ночным словом? Shazam. Shazam так и называется комикс? Ты можешь просто сейчас вдолбить Shazam. Да, я сейчас пойду, посмотрю, что это такое обязательно. Комикс DC. А-а-а! Он даже... Да, все, я понял, да. Там типа, короче, детишки, их там то ли трое, то ли в разных версиях больше, в разных версиях меньше. Они берут друг друга за руки и кричат Shazam. И становятся единым целым здоровым мужиком, который обладает способностями мифологических богов. Там типа и каждая, в общем-то, буква. То есть там Z это ZUS, там A это там Афродита и бла-бла-бла, короче. То есть у каждой этой буквы есть своя способность. И она означает бога, который эту способность ему дает. Забавно, забавно. Вот. Ну ладно, не суть. В общем, просто я немножко по другим комиксам больше специализируюсь, но ничего. С другой стороны как будто. Взрослые комиксы. Да, нет, нет, да. Да я слышу. Со стороны восходящего фонда. Да, 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 да. Все дела там. Я по такому шарю. Ну что ж, давайте посмотрим уже, наверное, по игре. Inwalker появляется на SATA от Complexity. И Чен, очень интересный пик, собирается спушить, похоже, все и вся. Это любимая тема колов. Это любимая тема колов. И так как здесь вторая половина колов, это на самом деле НИП. Вот, это любимая тема также и НИП. Они очень хорошо умеют заходить Ченом и инвокером плюс Луна, плюс еще какой-нибудь персонаж на пуш, типа Фурика на хайграунд на 13-й минуте. Но так Луна отъехала в этом патче, но по факту ее не особо любят брать, то вполне возможно, что колы не возьмут. И опять же, Фурика уже забанили, так что под Ченом будет что-то другое совершенно приезжать. Кстати, у нас все еще нету в пике Enchantress. И это вообще что-то невероятное сейчас происходит, потому что Shazam вообще решили взять Арбуз первым пиком. И Леон, Леон, понятно почему. Я имею в виду с точки зрения того, что это был более-менее популярный персонаж, и его банят. Но Арбуз ты можешь взять когда угодно, буквально в любой стадии пика, потому как его забанить никто не будет. И всем пофиг на Арбуз, всегда. Но колы уже получают достаточно неплохой объем от пуша. Шазамам нужно, кстати, еще нарабатывать еще себе немножко под пушу ченовских крипов и инвокеровских фаржей. А колам неплохо добрать себе какого-нибудь Домчанского или другого персонажа, который будет давать им ауры на этих крипов. Или Venture Spirit, то же самое. Или и то, и другое. Тоже вариант. Опять же, Шазамы добирают себе Виверну. Прекрасно себя она показала в прошлой катушке. Кстати, здесь, наверное, Свенчику стоит себе забрать в комплекте, потому что здесь очень хорошо заходит, как по мне. Вот я почему-то так смотрю. Сейчас еще взять какого-нибудь героя третьего на под пуш. Слушай, ты берешь вот Свена, короче, и любая Venture Viverna, на любого персонажа. Это да, я согласен. Но если Свен прыгает на Виверну, то изи. Кайтить очень много чем. Я не говорю, что Свен плохо вообще, в принципе, потому что кайтить его всем можно. Но в случае с Шазамом у них три персонажа, и все из них имеют контроль. Один из них пробивающий БКБ, и один из них пробивающий БКБ, убивающий любого тиммейта. Поэтому это довольно опасная тема. По поводу того, что сказать про Виверну, Виверну, которая кидает ультимейты кэри и убивает своих тиммейтов, это, в принципе, про любого кэри можно сказать. Не про все. Единственное, что, наверное, Геррокоптер. Герридж, да, не убьет. Ну, на самом деле, персонажей могут не убивать. Там, типа, у Спектрии может дизалейт не работать, и она не так много деммаж нанесет. И много персонажей, которые... Там, у Дэ, например, не работает пассивка в этот момент. У Хусика не работает пассивка в этот момент. Ну ладно, короче, не об этом. О том, что у нас Сколы решили добавить себе немножко темфайта при помощи Дизраптора. И, видимо, их пуш-строта, она уже немножко будет склонена к другому. Формату, именно к темфайту. То есть, если мы увидели здесь Венгу или какую-нибудь другую ауру, то тогда было бы логично. Но Дизраптор немного такой другой уклон. Шазамы, в связи с этим, понимают то, что здесь уже нужно тоже будет довольно неплохо драться, и сейчас придумают что-нибудь в ответ. Главное то, что он не сильно страдает от Сайланса, конечно же, потому что Дизраптор дает ауэ Сайланс вместе с контролем, и это довольно серьезная проблема, может быть. Хотя, кстати, вот сейчас, например, взять себе сверху под Дизраптора Свена было бы неплохо. То есть, типа, если ты нормально накрываешь бассейном от Дизраптора людей, то ты сверху ауэ дэмэджем от Клива убиваешь еще сверху их, и это довольно симпатично смотрится. Но я не знаю, я не уверен все еще в Свене. Хотя, опять же, да, персонаж... Ну, я просто к тому, что есть фаржи, есть крепочки Чена, и плюс Варкрай, хорошо все смотрится, все долго живет, и в плане пуша неплохо, и в плане замеса хороший герой, и в плане выживаемости. Хотя здесь, с другой стороны, очень много маг-прокаста, то есть с физики я пока не вижу, кто будет пробивать Свена. Надо будет посмотреть, конечно. Это вот сейчас задача для Шазам серьезная. То есть они вот этим четвертым пиком, скорее всего, уже полностью определяют то, как будет выглядеть этот матч. Но пока мне намного больше нравится то, что творится у Колов. У них очень универсальный пик, который все еще можно изменить в любую сторону. И лейтгейм, как и мидгейм, как и лейнинг стадия, она смотрится сейчас пока очень симпатично. То есть у вас и Чен есть, который актуален всегда, потому что, в принципе, он будет контролировать потом ауры больших големов вместе с черными драконами, которые уносят нереальное количество урона, и Гирыч. В общем, Шазамы ударились полностью в отпуш крипов. То есть они уже контактируют Чен вместе с Нокером и их поползновение по отношению к их товарам. Но Кола сейчас придумает что-нибудь еще. А против Гирыча, в принципе, вариантов множество. Ой, Дейсик заряжает. Да. Симпатичное решение. Это темфайтер. Да, слушай, да. Вот сейчас, когда увидел Дейсика, я бы хотел сказать, конечно, Гирыч был неплохо, но, к сожалению, Гирыч у Шазамов. Ну что, Свен? Свен. Свен. Согласен с тобой. Но они полностью поменяли свой вот этот вектор по пику и решили то, что стоит идти. Вот Свен Банни, соответственно, совершенно логично, а Шазам. И знаешь, я бы здесь сделал бы Рики, но это будет совсем, типа, не то, что сейчас пикается в этой мете, поэтому, скорее всего, будет что-то другое, что располагает адекватно мое. А Бэл убирается, соответственно, у Колов. Я думаю, что вообще по логике вещей можно было взять Эмбера, например, Колом. Но они сами убрали Пэлла, значит, это будет не Эмбер. То есть, если бы это было в планах Эмбер, то они бы, скорее всего, не банили Голубого Кота, потому что Голубой Кот контрится. Голубой Кот, я уже предвкушаю чатик, который сейчас это услышит. Единственная причина, по которой они Фантом Лансера убрали, это то, что Инвокер против него в миде стоит плохо. Но, честно говоря, с подсейвом от Чена и вообще с постоянной агрессией от Чена, то, в принципе, Инвокер может выигрывать у Пэлла и как минимум стоит 50 на 50. Мало того, мы совсем недавно видели от Virtus.pro Пэлла, и там он вообще печален был. Но это не потому, что Пэлл виноват. Голубой Кот реально хорошо стоит против Инвокера, и корейцы доказывают на протяжении уже реально. Даззл будет неплохо. Берите Даззл. Я считаю, что Даззл будет. Даззл сейчас будет мидер у Шазам. А, ну да, точно, точно. У меня сейчас одна задача. Если сейчас реально комплексный себе забирает Ласпиком Сведом, нужно что-то, что будет его хорошо пробивать. Герыч Соло не может его хорошо пробивать. Нужно что-то, что поможет. На самом деле нужен жирный такой мидер, который будет еще и с эскейпом. Он не такой уж и жирный, если честно, но с эскейпом. По отношению к тому, что имеется уколов, да, если добавить еще конфидический дэмэдж, то она будет жирная, типа, за счет виндрана. Но, в принципе, с тобой согласен. Просто она сейчас будет убегать, Дезраптор ее будет возвращать, и она такая, черт, виндран закончился, и меня изнасилует. Но, в принципе, с фактом, то, что она собирает айтемы более-менее на жир, если брать аганим, значит, она, конечно, не особо выходит в эти артефакты, но она всегда может дополнить себя какими-то такими, типа, линками и так далее. Так вот, Кола сейчас придумает что-нибудь в ответ. И, честно говоря, из представленного пулу героев вообще ничего не накажу такого, чтобы было прям сладко-сладко. Сейчас я даже придумаю что-нибудь, может быть, сложно. А, типа, герои в мид, которые... Нет, 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 Кола сейчас возьмут Керрика, да? И о том, что Шазамы, они взяли виндру, и таким образом они убрали антимага из пулу героев. То есть все еще здесь мог бы быть антимаг, который более-менее себя адекватно здесь бы ощущал. Но вот виндрейджер, она, типа, его просто насилует. И теперь вопрос в том, во что, да, уходить. Опять же, Эмберспирит все еще живой, но контроль здесь нереальное количество, ему будет больно. Не знаю, очень сложно сейчас решиться. Медуза не подходит. Кстати, очень долго думают комплексы. Джаганат это будет сто пудов практически. Либо Джагер, да, кстати. Это будет Джаганат. Он пробивает виндру в ее виндране, он пропускает весь дэмэдж герокоптера сквозь себя. Это будет Тинни. Вот это решение, вот это решение. Что-то такое себе. Берста, берста. Типа, кайнда, они решили, что им не хватает берста. Типа, вот, если бы вместо виндрейджера была бы энчандрес, ты бы почувствовал, вот, типа, а, точняк. Тут, типа, вот, ну, ей нужен дэмэдж магический, чтобы она умирала, потому что физическую невозможно найти. То же самое с виндрой. То есть они адекватно добавили сюда берста, которого просто нет за счет того, что Чен и Дизраптор не об этом, да, они не наносят дэмэдж. И они дают контроля много, они дают много всяких веселых штук, прибаутых, там, хилы и там подобного, но у тебя дэмэджи получаются только от инвокера. Инвокер не может, соответственно, все делать от начала до конца. И Тинник — это такой вот формат. Но мне, честно говоря, все равно Джиганат нравился больше, просто потому что он имеет офигенный хилинг вард под Ченовских крипов, под все, что имеется вообще здесь уколов, то есть у них такая фронтовая война, и они хорошо в осаде бы смотрелись. Он пробивает виндру, он и выйдет герокоптера, но все еще, конечно же, имеются проблемы против Виверны, хотя, опять же, у кого их нет. Вот, ну, посмотрим. Ну, ладно, да. Не суть, не мы же играем, правильно? Опять же, Каймишек, например, не так сильно забивает тебя, если ты попадаешь под Виверну. То есть Джиггернаут, он критует по своим тиммейтам и убивает там любого там инвокера, не знаю, Дизраптора и так далее, да. Тинник, он бьет не так быстро, ну, то есть он, конечно, под ультой Виверна будет все равно быстро бить, но это не тот объем дэмэджа. Все-таки мейн дэмэдж его на протяжении большинства времени игры, не считая самую лютого лейта, Тинник имеет из-под берста, который он дает при помощи кастов. Ну, если честно, мне вот признаться, я посмотрел сейчас хорошенечко на пик Шазамов, и мне почему-то он нравится больше. В плане АОЕ замесов тут Чена нашли, Чен спалил смок атаку от Шазамов и отходит. В плане АОЕ тут все прекрасно понятно, как что будет происходить, а вот у Колов все ситуативно, все будет зависеть от исполнения. Здесь же все проще будет сделать, потому что там есть хороший прокаст от Гирокоптера, есть Тайдуха, который хороший рэуч дает там, то есть это вообще проблем нет, то есть по АОЕ-зоне. Так что в этом плане мне почему-то Шазамы нравятся больше. Не знаю. Ну что? В них еще, кроме этого, должна быть уверенность действий сейчас, то есть они просто на протяжении всей предыдущей игры они бомбили противника. Все, что они делали, все вывозки, которые они творили, они были успешными от начала до конца. И значит, что они уверены в себе, уверены в друг друге, что тоже очень-очень важно для сплочения коллектива. А Колов наоборот, у них все, что они придумывали, все не получалось. И сейчас у них все еще такой своеобразный пик, он снова на тимфайт, я не очень понимаю, зачем. Они могли, в принципе, дать всего что-нибудь другое, особенно если брать то, что инвокер Чен были первыми двумя пиками. Соответственно, с этим они просто взяли, заставили противника набрать себе от пуша, который, оу, СВГ. СВГ пытается сделать то же самое, что делал Зифрик в предыдущей карте, но проблема лишь в том, что Зифрик эти моменты палит, и поэтому Кура идет не через лес, а не через линию. Ох, ох, СВГ. Повторюшка, дядя Хрюшка просто. Нельзя так. Ну да, неприятно было бы лишить сейчас мидера баночки в миде. Крайне. Ну, в случае с инвокером это не баночка, но ты прав, да? Вообще, в принципе, это были бы деньги лишние. То есть, модная, кстати, тема с мидерами, которые ставят дерево и кушают тангус, оно теперь пришло в паб, и теперь это делает любой вообще игрок, не только на миде, но и на другой. То есть, в миде, понятно, в миде реально есть проблемы с тем, что надо добежать до дерева. Это реально напряг. Вот, но с точки зрения ленинга, о, Бракс. Ситуация довольно проблематичная, но Лимб, это, это гречка. Это гречка, Тандерстрайк. Нет, путь тут... А-а-а. Да-да, Ханскин просто с руки добивает, хватает урона. Я не рассчитал по поводу последнего Тандерстрайка просто. Там еще один тик был у него, поэтому, в принципе, хватило. Иначе бы не хватило бы даже его тачки с руки. Но это вообще прекраснейшие движения, не считая Лимбовские гречки, которая, конечно, была зафылена от начала до конца, но, опять же, это не помешало Арбузу умереть. Ну, Арбуза пока еще нет посевочки, то есть, руки его можно вполне разминать. Но хотя другой стройный, он очень плотный. Вот сейчас прокачал себе Кракеншилл. Попроще должно быть живое, но Ханскин не хочет его отпускать, потому что играется таунтами, здесь Бракс. Это Бракс, он пока этим занимается. Он просто своеобразный мужик, я не знаю, что с ним не так. В принципе, очень много Тайдхантеров любят эту штуку, но мой любимый таунт — это Виномансер. Я не видел у него, к сожалению. Ты не видел? Он ставит бананчик и прыгает в губ. Бананчик? Я просто видел. Это топовая штука. Господи, вот он, бешеный сатир пришел, который разминает. Сатир — это ужасно. Это вообще жесть. И что ты с ним сделаешь? Это чит просто, это сатир. Бежит тебя и гонит, а ты его не можешь бить. А ты такой, оп, нет. На самом деле, если бы опять... Слушай, а сейчас еще две тычки залетит — умрет. Только еще раз, Парч. Я имею в виду смысле, тут надо попадать все-таки. Видишь, что недоконтролил немножко Зифрик. Опять же, кстати, Зифрик — один из лучших ченов сейчас на сцене. Там 150 хп. Ой-ой-ой, я говорю. Есть фласка, есть фласка. Все это время Виндра не фармило. И это просто грязь. Этот сатир — это такая вообще тотальная тема. Если вы все еще не используете Энчантраса или Чена, чтобы брать сатиров и искать их на протяжении всей карты, так, Чейси, привет. Не хватает урона. Нужен станчик. Чен. И... Слушай, а там... Тут фаржи, тут фаржи, и можно проедать. Ферри флэр выживает. Выживает, выживает. Ферри флэр спас. Тест оф фейт, понимаешь, не пришел максимальный. Ну да. Если бы пришел бы тест оф фейт максимальный, то такая штука еще, что вот эти... СВГ, куда ж ты, господи, как он играет? Нереально. На это был расчет. Он специально поставил голема под тавер, чтобы он... Ты не видел этот момент с Артезио, где он в пабе с големом был? Ну, у него была дровка с доминатором. Да, да, я видел. Вот это шикарно, вот это гейминг. И в этом вопросе, на самом деле, мне кажется, тоже в про надо специально раздамаживать своего матгалима от того, чтобы выходить себе под тавер, и там уже, когда он умирает, ну, то есть, самого его динаить, просто собственноручно, для того, чтобы иметь контроль над этим вопросом, и выдавать еще два стана сверху. Потому что эта штука, она тоже довольно читерская, сложная исполнимая, правда, но все же. Кстати, вот проблема в том, что с виндул дают тут вообще спокойно стоить, но уже четвертый левел на четвертой минуте, это неправильно. То есть, так вы не должны играть против фиолетового деда, но Винтера, верно, занималась совершенно другими вещами, поэтому зонировать Дарксир не получилось. Опять же, прекрасно понятно, что Дарксир тяжело зонировать, и у него все равно Айншелл, все дела, но он реально стоит слишком близко к крипам, и поэтому четырадцать с половиной левел это не то, что вы хотите видеть на своем хардей, хардейне. Ну, тайду, и все хорошо, я смотрю, стоит фармит себе крипочков, есть у него талончик на руках, все прекрасно, сейчас вообще леса пойдет фармить, я думаю, ну, понимаешь, что на лане ловить, вообще нечего. Тут кто-то на тапе. Где? А, ты правда, этот момент? Да, там сложно будет их забирать, даже с Айншеллом, то есть, это рискованная тема, надо кого-то позвать, просто типа Чена какого-нибудь с сатиром, играющая, нормально. Ну, Инвокер пока что выигрывает МСС. Линию, в принципе, МСС послабее будет, чем Чесси, честно говоря, Чесси довольно молодой, довольно серьезные у него перспективы, это, в принципе, такое, ну, не то чтобы будущий Дэнди, да, но у этого парня явно впереди еще очень-очень много хороших ивентов, на которых он должен выступать максимально качественно. Опять же, опыт у него есть, и в олайнсах он бывал, и, опять же, в колах, это совсем не самая печальная команда, он образовался как раз-таки после того, как они потеряли Монминдеры вместе с Флайем. и теперь он стоит в одном ряду с нормальными, хорошими такими, забористыми и адекватными мидерами, что, в принципе, не касается МСС, конечно же, и рядом... О, Чен сейчас будет Вижн ставить ходить. Интересно, кстати, куда поставит Вижн сейчас колы, что-то очень много зависит. А в смоках, тем временем, Джейсон в миде стоит. Может, подцепить, попробовать. Чейси, ну, Чейси тут вообще разминает уже МСС. МСС, кстати, очень больно. Буквально три тысячки пол-хп ему сняли. Просто нереальное количество урона залетает. Опять же, что-то, кстати, с таймингом Мидеса пока что не складывается, если он пошел через Аквилу, и посмотрим, когда Чейси все-таки получит его. А тем временем Дизраптор нашел тут Винтеру Иверну. Пролетает Виндра. Через Виндра нам залетает на... Ему очень будет больно. Есть от Лимпа Тос. Правда, Стана нет. В любом случае, Дизраптор погибнет. И МПЛ от Джейсона тоже заезжает. В принципе, Леону здесь не понадобилось, но как-то вообще вяло чувствуется Виндра. То есть она понимает, что из-за того, что она фармить на миде по-человечески не может, ей нужно гангать. И Дизраптор подставляет свой личик, правда, размениваясь на Винтеру Иверну, что позитивно. Но все же МСС тратит, мне кажется, больше времени, чем приобретает денег. Хотя, с другой стороны, он нагнал. Инвокер, если сейчас посмотреть, то участие ровно такой же Нетворс. Ну, Инвокер, как мы видели, прекрасно сейчас разбирается с этого Ирочкой. При помощи 4G и VR-ки очень тяжело. То есть постоянно бегать, отпиваться ботлом тоже не то. Что хочется. Хочется более-менее себя фривольно ощущать. То есть уверенно. А ты понимаешь, что если у тебя не будет Виндра на того же, то просто умираешь. Так что это такое себе удовольствие. Поэтому, может быть, мув все-таки оправдан. Походить, поролмить. Попытаться кого-то подцепить. Здесь у нас как-то отлично, кстати, вард ставят, который палит передвижение все Лиончика. Должны это чекать. Тут вот крипы. Крипти говорил, что это самый четверский вард вообще на карте. Смотри просто. Это будет ГГ просто сейчас. Бомба-бомба. А где сетка? А сетка была уже использована? Сетка? Нет, нет, нет. Подожди, подожди. А, да, была использована. Была использована. Я вижу кулдаун. Просто клэп невозможно было использовать, потому что Хоберт получил МПЛ и МСС на хосте. То есть ему больно чисто от крипов. Зефрик, кстати, не имеет ТП, поэтому он не сможет отсюда свалить вот просто так, но его в конце концов никто чизить не будет. Так вот, что касается... А хотя... Что, что, что там? Неужели продолжение будет? Все окей, все на страйк. Нет, но убегает все-таки. Господи, эти грязные игры. А бус-связочка просто. В каждом пабе ждите теперь, точно. Вы увидите. Кажется, работает в общем-то. Ну, просто крайне редко видишь такое. Лично я пока не вижу. Так вот, вот этот вард, он является, как сказал, победит. Самый читерский вард вообще на карте. Его, конечно же, сто пудов зачищают. Практически всегда, как только начинается заход на ботом, надо этот момент чекать. То есть, если вы увидели какие-то мувы, опять же, его очень хорошо ставить из-под рожпита. Это означает то, что вас практически не видно. И надо этот момент очень-очень жестко контролировать команде, которая играет на Direside, потому что он реально очень-очень много дает того, что не дает, например, ни один вард на топовой стороне карты. И это, конечно, плюс для Red Insider. Хотя, конечно же, с точки зрения силы сторон, Direside является явно доминирующей. И, к сожалению, несмотря на все попытки, я срога это все делал пофиксить. MSS видит, что на топе рунуки... А, он законтролил баунти на топе. И идет убивать фиолетового деда. Свиндл, конечно же, этот момент сейчас не знает. Он не имеет никакой информации от оппонентов и отвечает о расположении оппонентов. Но играет просто по-памому. Чен помигал, дает инфу, что, возможно, кто-то где-то здесь есть вэрочка, там, поосторожнее. Чен пошел закрывать, и у него инвиз есть, поэтому он может не бояться, дать инфу, и вот инвокер сейчас пойдет на перехват. Но это минус МСС, судя по всему, если все сделать грамотно. А грамотно можно, только крипов нет у Чена, это проблема. Чен себе... ТП-шит себе криповочков, Виндран прораживает. Это очень медленно. Это просто такой десант, конечно. Чен в этом месте пытался ее застопить, но там вэрочка просто проражала, фейзы сквозь него прошла, как бы не ощутила. Тут зажимают кинника на боте, он сделал ТП на тир-тую вышку из-под тир-1 вышки, чтобы уйти просто-напросто далеко и надолго, потому что Герыч вместе с Тайт Хантером и Винтера Верной могут его с легкостью раскастовать. При этом они могут давить под тавер, потому что у них имеется, опять же, отхилл в виде колден брейса от Винтера Верной, который не дамажит по... Тавер, по которому не дамажит. Виндра понимает, что потеряла свой оплот в виде тир-1 вышки. У нее довольно все печально. Ей нужно сейчас как-то начать развиваться. Но все еще у Шазамов есть очень хороший тихий файт с появлением того самого ревейджа, который имеется у арбузика, плюс у ТС, соответственно, имеется кулдаун. И вот выход на Джейса. Нужны ТП-шки. Срочно. Не снять! Не снимут! Боже мой! Прятался за деревцем, где Джейсон делал ТП, к сожалению. Если бы... Можно было бы, кстати, попробовать просто на пофиг Лимпу закинуть гречку, то есть на ход, как вариант. Ну, знаешь, такой, ну, дурачка. Но почему-то не стал. Ну что, тем временем, пытаются заберевать у нас Т2 на топе. В свою очередь, разменялись Т1, потеряли у нас... Ой, Т1, конечно же, на топе, потеряли Т1 на миде у нас с Шазамов. В свою очередь, забрали комплексити также Т1 на миде и потеряли Шазам и Т1 на топе. Такое ощущение, на самом деле, что Шазамы как-то подспросили по уверенности. То есть до этого они уже, начиная там с десятой, и раньше минуты, они старались какие-то мувы предпринимать. Сейчас движение их какие-то очень-очень ограниченное. И они не находят фраги, которые они, в принципе, могут реализовывать, не находят им файты. И сами колы фармят на этой карте лучше в данный момент. И мало того, что они перепармят, они еще и перетавривают, если можно так назвать. По количеству контроля на карте ясное дело, что Шазамов остается все меньше и меньше. А сейчас, например, Свиндл просто в наглую пошел в чужой лес на 11-й минуте и там фрифармят. И надо что-то предпринимать срочно, потому что вообще не весело. Все еще Тайдхантеры нужно бояться, все еще имеется Гирокоптер, и надо их как-то реализовывать. Но движухи нет. Может повторится та же самая система, что была у колов, только в этот раз у Шазамов, когда они реализуют свои важные ульты, типа Праймал Сплита от Бримастера. Ну вот Шазам побежали с Макак, тем временем выход у них на топ, через свои леса. Могут попытаться подцепить Дарксир, но Дарксир уже такой уже довольно-таки плотный. Хотя ты еще и Парикки нету. Мекки нету, но мне точно тут без шансов. Вопрос в другом. Типа, сколько они потратят сейчас у него? Привязочка, привязочку нужно кидать. Ну, безрывайджа, конечно же, безрывайджа. Понятно дело. Ну, забираю Дарксир в итоге, вчетвером. Четверых его поделили. Да-да-да. И мы видим то, что Шазамы, при том, что они особо никого не убивают. Вот до этого момента они убили всего одного человека со своим Типиком, который хорошо цепляет и все остальное. Они вроде как должны, значит, получать намного больше с карты, то есть они должны подфармливать экспириенс, голду, но саппорты их имеют еще сейчас 4-й и 5-й левел. При этом у Ханскина и Узи Фрика 6-й и 7-й, то есть коловские саппорты находят на карте больше, при том, что они сами никого не ромят, то есть при том, что они играют более пассивную доту и просто находя товара, убивая их и дальше уходя обратно куда-то в лес и, соответственно, стараясь просто не высовываться. Но Шазамы по неизвестной мне причине сейчас вот эти саппорты, ну ладно, Вивер наконец получила свой 6-й, это позитив, она вот постояла на линии, но Леону нужно срочно прямо сейчас получать соло-линию и лутать себе этот самый левел. Варианта другого просто нет. Иначе он будет неэффективен. Безусловно, я с тобой согласен, я тоже не понимаю, почему Шазамы не реализуют тактику масс замесов, то есть есть отличный ультимейт от Тайлера Кука, почему бы по Адрэвейджам тем же не подраться. Вот тут начинается пуш у нас Т1 на бот, и тем временем вот сейчас можно навязать хорошую драку, я считаю, Шазамом, только где Тайд, Тайд, Тайд фармить леса, хорошо. Но, к сожалению, Тайд, пока нет Блинк Даггера, так что тяжеловато ему будет на ноге войти просто в замес, поэтому, видимо, будут все-таки его идти за драку за этот Тауэр. Да, и... Хотя смотри, Виверн не в плохой позиции, пытается откидываться бластами, пошел Кентавер на разведку, тут еще Дед в Инвизе. Вот Дед в Инвизе сейчас может зарешать, если он хорошую поставит стеночку и всех стянет. Ну все, это минус МСС, 100%, но вообще не ожидал, что к нему влетят с Блинк Даггера. Там неважно, Дед не Дед, просто-напросто Блинк Даггер от тени, это очень много вопросов, которые решаются. Опять же, СВГ-шка. ТС хорошо отдал колданк, кстати, убил все-таки Лемпа вместе со Свиндлом и Ханскином, они скорее всего здесь не уйдут. И Джейсон мажет имплэллом, и надо убегать. Надо тэп-аут, а через 8 секунд он только будет. Но все равно Тауэр-то забрели, все хорошо. Ну что, прочитает ли ТС? Размен, ну, и Тауэр потеряли. И все это время мы не видим Ревейджа. То есть я все прекрасно понимаю, что сейчас уже Ревейдж без Блинка не тема, но буквально там 3-4 минут назад он имел смысл. Да сейчас он имел смысл. Да, но сейчас в этом заметен. Он убивал бы Ханскина, 100 пудов бы убили бы Дезераптора, 100 пудов бы убили бы намного раньше Дарксира. Но не знаю, решение от Шазам очень своеобразное. Может быть, они не так сильно уверены просто в своих передвижениях и просто уверены в том, что если они будут все-таки его фармивать в себе те артефакты, которые являются смысловыми на своих персонажах, то это будет намного как бы более выгодно. Но с другой стороны, не упускай сейчас инвокера, который через Медас выфармивает больше. С другой стороны, Леона только-только сейчас появился 6-й левел. Хотя если брать ту метафизику, которую я беру, то должно было быть наоборот. Ханскин. Вот у него сейчас могут быть проблемы. СВГ правне от ульты, но и замедление через Артек Бернен. Лимб. Нет, он заберет просто все и уйдет. Ну что ж, Зампма все еще стесняется. Тут вот ТС обходит спину, целая гавша крипов заходит к нему, должна-то кидаться сетка, пошла санстрайк, колдаун кидается, но очень больно ТС. Конечно же, хотя бы привязочка неплохая, ТВР-ка по крипам, стянули ТС, ну и все-таки одолели гирокоптера. Немножко далековато, как по мне зашел. Гирыч у нас ссор. Причем дело в том, что Чейси точно так же далеко заходил, но мы сами прекрасно знаем, Белобрысый красавчик. Летит, 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 летит все. Правда, они понимают, что дальше. Только это СМО. Нет, там даже сентрики сентрики летят сюда. Я просто посмотрел по правой штучке, поцелем вылезает. Теперь они понимают, что без этих синих глазиков драться не вариант. То есть противоинвизные варды всегда хорошо помогают. Ну, может быть, они, кстати, решили раздевардить наконец вот эту штуку, потому что, извините меня, она стоит там вообще неприлично долго она там стояла, очень неприлично. Причем она даже обновилась там. Ну и прекрасно Шазамы понимали то, что эти вещи должны делаться. Просто поздно, поздно реализуются. Но сложная штука, не все всегда приходит сразу в голову. И вообще возможности не всегда появляются. То же самое Леонт вообще, тот еще бомж подмосковный. Он 1300. Как будто в московице бомжи. Не, ну в смысле типа весь московский бомж такой богатый, кремлевский. Вот он рэвидж попадает по одному Ханкскину и Ханксинс выживает. Там еще Хэнд оф Гадз заюзал у нас Чен, пришел всех крипов. Вернули Бракса. В общем, больно Браксу. Тосс. Своего же Леона. Лоу ХП. Не, 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 не. Это Тинник все сделал правильно. Тинник-то чужой. А, чужой. Леона примерно просеян. Просто там моментально оказался на стороне врага, то что я подумал, это их Тинник. СВГ, СВГ. Привет, дорогой друг. Ну, в общем, он все равно умрет тут без шансов. И факт остается фактом, что инициация со стороны Шазам была супер кривая. Ну, потому что там был рэвидж по одному Дизраптору и Дизраптор в итоге еще и выжил. Так что, да, такое себе. Это какая-то вообще была сейчас просто дикая. То есть он, Тайдхантер, все это время на протяжении вот 16 минут он держал свой рэвидж такой прям не буду нажимать на эту красную большую кнопку, покуда я не соберу Блинк Даггера, чтобы дать хороший рэвидж. И в конце концов он дает по одному саппорту. Ну, знаешь, на мувик, на мувик, чтобы потом попасть там, прославиться и все дела. Так, Бракс. Опять же, рэвиджа нет. Кола все это прекрасно понимает. У них-то с ультами все в порядке, не считая Хендом Гада, Диффрика. Но Леон в интересной позиции. Джейсон может найти какого-нибудь оставшего. И там уже... Кулдаун отличный. Вообще шикарный кулдаун. Канскет. Хуанкина просто в битрофтехали. И Чейси должен отсюда убегать просто. По-быстрому. Деферингласс, МСС, ТС, нашел Лимпа. Лимпа дает Тосы. Неплохой дамедж, но не слишком летальный. Там ракета в инвокер летит. Инвокер, кстати, очень битый, но нечем добить. Ракета, к сожалению, только первого левела. Была бы она второго или там третьего, то она бы убила, я думаю. Был бы на их стороне Санстрайк или еще что-то. Такой тут Лимп. Лимп. Очень больно. МСС, дела после этого замеса сейчас обновятся. Подождите, пока еще не обновилось все. Ну так к вопросу, то есть вот сейчас вот ответ на вопрос, почему не Джаггернаут, а Тинни, да? То есть его, увы, в формате типа въехать, раскастовать в АР-ку и она просто распластается на земельке за одну секунду, оно работает. Не то чтобы прям всегда будет работать и так далее, но все-таки сейчас в Тинни смотрится, наверное, посильнее, чем Джаггернаут. Хотя если брать количество контроля, которое имеется у колов, то тот же самый Blade Fury вместе с Omni Slash смотрится тоже очень симпатично. Ну, решение опять же не наше, решение от Complexity брать себе не Джаггернаут, а именно Тинника. Но, опять же, да, у Тинника больше ХП, например. Это позитив. Вот, но зачем тебе больше ХП, если ты можешь взять себе Blade Fury и, соответственно, ну не взять смысла, качать себя хотя бы на единичку и выйдить половину раскастов в Шазам, не считая интервьюерным. Ну да ладно. Это все не важно. Важно только то, что, мне кажется, Тиси немножко не доигрывает. Куху надо потренироваться с колдаунами. Ну, видимо, просто нет возможности ему хорошее дать. По идее, ему хороший колдаун должен обеспечивать Тайт, который даст хороший ревуч, хотя бы там по двоим, ну ладно, я же не говорю, по троим. То есть это эффект бабочки. Да, такой, знаешь, одно за другим, знаешь, тянет друг друга. Ну да, пока. Он, скорее всего, от страха его дал. Хотел, видимо, засевить своего тиммейта. Последний раз колдаун никому, поэтому не попал. Собственно, Саша Яш себе выформил в Тиси тем временем. Интересный этот билд. Не собирает себе никакой там дополнительный контроль там в виде там бывает, что собирает себе гирокоптер и Яшу и потом начинает фармить там всякие БКБшечки и прочие вещи. Там барабаны еще некоторые выформили. То есть ты называешь БКБ контролем? А-Ти контролем. А-Ти контролем. Окей. Я просто, мысль. Я понял тебя. БКБ является дефолтом для гирокоптера. В принципе, Санженерша здесь сейчас перед БКБ смотрится тоже хорошо. БКБ все равно будет. Ой, на 6-й фрик отличный ревоч по одному. По одному прекрасного чена. Сверху влетает хороший рассказ на виндер и верну и дальше надо фокусить лимпа. За ним взялась виндрейнджер и Тайва все-таки в конце концов добьет. Эх, можно кулдаун дать на ход. Хорошо, неплохо. Свапнули у нас умирает от очень битой Дарксир. Прожимается Мека, в итоге Дарксир выживает. Привязали нас Чейси, Чейси так же стоит привязочки и уходит. Тиси все-таки выжил. Санстрайк! Он сам в него вошел, жас. Если бы... МСС просто буквально пиксель не заделал до Санстрайч, чтобы разделить дэмаж вместе за гирочем. Истаки потеряли еще у нас Шазамы, как неприятно. Ой-ой-ой-ой-ой. Просто кислого получили сейчас на самом деле, реально, парни. Это что-то с чем-то. Но опять же, ревэйдж вдолбан в одного Чена. И камон, ну это так не работает. Вы берете ое-дэмэдж, и если вы раскастовываете все в Чена, то, конечно, я все прекрасно понимаю. Чен за одну секунду становится просто мертвым, но это не означает, что вы... Грибуй-то, а не мертвые. Чейси отыграл вообще на все 100%. Его позиционка вне всяких похвал. Он просто... Блинк Даггер сразу раскаст, за одну секунду все-все понял, и ульту не нажало, и это, типа, очень-очень много сыграло вещей в этом тимфайте очень негативных для шазамовских игроков и их воинства. Опять же, кстати, что я хотел еще отметить во время пика, но что-то забыл совершенно, что появление Дарсира в пике у Коулов после Чена, оно хорошо тем, что Чен освобождается рум для того, чтобы зафармить себе не Мекку первым айтем, потому что есть Дарсир, а сразу же гоним фестайтом, что, соответственно, дает вам появление очень быстрого агонима на вашем саппорте. И это, конечно же, очень-очень классно, потому что, опять же, ну вот этот вот Ancient Thunderhide, короче... Древний Громозавр, древний Громозавр, он ужасен. Лучше всего взять Голема, а второй вариант, который еще лучше, это Ancient Black Dragon, который дает нереально прижим. Да, Дракончики вообще самые жесткие, самые... Ну, на самом деле, вот этот вот Громозавр, по сути, говорят, что он не такой, не самый полезный, но не очень полезный второй скилл, который нереально ускоряет своих кэрри. Вот, например, сейчас Ancient будет вешать, причем-то вешает на себя, там просто прирост, то 75 атаки. Это больше, чем Hyperstone дает. Как бы. То есть там нереально скорость становится. Ну да, наверное, позитив, особенно Ancient'e'n'e, который... Ну, я говорю, у которого проблемы с скоростью атаки, нужно вешать на него, погодай, то есть, и все будет у него прекрасно. Ну и как-то Шазамы все никак не могут. Опять же, да, я вот вчера, еще в предыдущей карте говорил о том, что Бракс молодец, все дела там, все делал классно. Его залеты со Сардара были явно намного качественнее, чем с Тайтхантера, а если вы сравниваете рейнджи и радиусы станов от Тайтхантера и Сардара, то вы прекрасно понимаете, да, ему его селедкой удавалось застанить двух коргероев, а сейчас, при помощи Рвейджа, он уже второй раз находит только саппорта. Ну, он уничтожатель саппортов такой, знаешь, мы видим, у него приоритет целей. Ну, в предыдущей карте почему-то у него все было замечательно и он все делал действительно классно и правильно и находил своих оппонентов в суперной позиции и давал им очень грамотные дизейблы. Но сейчас что-то вот пошло не так у Арбуза. Ну, не везет, что поделать. Просто я, честно говоря, хочу, чтобы был, знаешь, типа, Шазамы берут две карты подряд, у всех люто горит, короче, все уже сидят, трясутся за свои рарочки и вот это ночь, вот это настоящая ночь. Вот. А так, если сейчас будет какой-нибудь, типа, 3-1... Блин, слушай, а как же сейчас ставочки за этот там же нереальный коэффициент сейчас, по идее, на колу. И о том, что в смысле большинство все равно колу поставил, потому что, камон, это бест оф файв и колу это явно, ну, типа, не пальцем деланные парни. Это вторая команда сейчас в Америке. Спил, ты понимаешь, пианист не может совладать со своим бухлом. Да-да-да. Просто не может. Свитц. Баткер. О, боже мой. Говорят, рип кейборд, короче, нормально. Ну, я думаю, сейчас поменяют, я думаю, нет. Я надеюсь, что у всех, типа, профессионалов есть какой-нибудь парочка клав. Значит, на обычной, стандартной, какой-нибудь стоковской клавиатуре, которая, там, Genius, за 500 рублей, которая из беста в магазине. У меня мышка за 200. Я у деда своего скомунизил. Почему нет? Шариковая еще. Она гарная. Не, не шариковая. Слава богу, шариковую долбаешься чистить. Ты играешь серьезно. Знаешь, как правило, уже все по счету не ждет. Чистил дальше без особых мыслей, поэтому, вот, меня просто бесило, что она грязная. Не, почему-то неправильно строится. Времена компьютерных клубов, когда раньше это было, да, было такое дело. Ты у тебя серьезно... Там вообще никто ничего не чистил в жизни. Нет, когда ты приходил в какой-нибудь клуб на соревнования, ты все, сел за компьютер, все почистил, все нормально. То есть, раньше... О том, что все равно во всех клубах все очень грязно было постоянно. И пухали так же просто. Это было вообще ужасно. Да. Суровые-суровые времена компьютерных клубов. Очень сложная штука. Мне кажется, да, реально надо было с Фодярой приходить, чтобы очищать эти все мышки, потому что, типа, ну, спиртяга была вообще... Весь стол садишься. А вот кто-то оставил буквально... Стол протер спиртом, продезинфицировал клавиатуру, все вот это. Да-да-да. Почему бы... Просто тогда еще не было этого законодательства, до раскола по вопросу минимального размера цены водки. Вот. И поэтому, соответственно, с этим можно было... Кстати, посмотри, он вешает баф на Эншент Драгона. Это наркомания, а не просто. Эншент гладит другого Эншента. Плюс у них еще есть Кабольт, который дает... Подожди, я просто сравниваю. Подожди, у Эншента с руки 64 плюс 9, это 73. А у Тинни с руки 255 плюс 3, это 228. на Тинни должен остаться тогда у Таура, его могут изнасиловать. Если изнасилуют черного Дракона, то это не проблема. Ты что можешь найти себе черных мужиков? Еще черных. Не проблема. Выше черных. Да, Боже. Говорит, люблю черных, просто в один момент их запретили продавать, а так ничего, да? Да. Минуточка шуток российских таких. Так же и здесь. Да, вот, вот, я о чем говорил сейчас. Нет, это улет, это улет Блэк Драгонов просто. Домой на базу или куда он там их отправил, я не понял. Домой, домой. А где? А где они? Были должны дома. Я вот об этом, что я? Где? Эй, парни, а вот они, смотри. Ух ты ж, ничего себе. А, он к себе их призвал. Видимо, Чен был, он к себе призвал, а сам он стп шелся на базу. И он думал, что это будет типа одновременно, но теперь они, короче, на него должны быть явно обижены, потому что они оказались в каких-то долбанных лесах, комары кусают. В общем, не круто вообще. Да. С его стороны. Так, я так и не понял, у нас на протяжении получается последних графики на самом деле у нас был последний килл в районе 23 или 22 минуты. И с тех пор графики в принципе ровные. Больше 10 тысяч по опыту у нас ведут колы. И по голде примерно чуть больше 12. Но голда растет. В геометрической прогрессии здесь все понятно. По опыту все стоит ровненько. Обе команды по опыту идут вообще наравне. И вот бокобой появляется у DC. Теперь хоть как-то будет более-менее... Ну, хотя его и так не особо забирали. То есть у него 2-2 счет все нормально у него. Ну, мы, наверное, фармить побольше. Побольше. Смарков побольше. Очень много любви сейчас в Darksir въехало. Любви, да. Столько, столько любви. Finger of Death вместе с пауэршотами, связки. Все хорошо. Все, все. Вот эти игроки прилично дали. Слушай, за Darksir дали 2000 опыта и 1000 голды и такой жирненький Darksir-то в итоге оказался для... Так, пола доминирует. Там, соответственно, умножение идет в зависимости от Networx. Поэтому, ну, точнее, общего командного и логичного. На самом деле, вот это место очень... И такой фит напоминает мне сегодняшнюю игру Aloha Dance. Я так и не прощал в чате, что там мне ответили по поводу Virtus.Pro, если кто-то что-то отвечал. Ой, поднимает бастиси, Тайт прыгает, там на хосте бегает у нас инвокер. В итоге разминялись обе команды легким испуговым. Уходим на синвокер на хосте. Повесили на него, кстати, ракету на него и бегут. С ним все будет окей. Судя по всему. Мне очень нравится позиция Зифрика вообще такой стоит. Просто Царь Гарри там управлял эншентами, которые пушили мидл. То есть эншент дракон это вообще жесть, потому что ладно, он дэмэдж там наносит в тимфайте, но он еще очень круто пушит. Вместе с вот этим еще пацаном, который с ним в дружбаньках. И все это время, покуда на ботами инвокер развлекал герокоптера по заказу чена, как вы понимаете, по-другому он не стал бы вылетать там соло. Не имел бы никакого смысла. Все это время Тауэр пилился. И Тир-3 вышка, как вы видите, наполовину спилена. Но она, по-моему, не сразу же была спилена, то есть она уже до этого была немножко подпилена. Но все же. Факт остается фактом, что колы начинают наконец-то пользоваться своим главным преимуществом, а именно пониманием позиционки. Они реально в этом хороши. На предыдущей карте они творили постоянно какой-то бред. И по вопросу использования карты, по вопросу использования перемещения и ротации у них все было довольно слабо. Сейчас они начинают максимально реализовывать. Опять же, нельзя давать колом Чена, потому что там Зифрик. Это тотальный чел. Он очень хорош. Реально, там, Клэй Ту, когда он имел на Дота Пите шесть слотов и пять из них активные, он со всеми ними управлялся. Потому что, ну, человек реально невероятного уровня микро и поднялся, как я уже говорил, за последнее время очень серьезно. Шазам этим временем показывают нам, как хорошо бегать каруселью. Друг за другом они передвигаются. Неплохой такой пирог навернули. Пытались кого-то там найти о, Господи, что я только что нарисовал. Это паровозик Чага-Чага. Чага-Чага, да. Я почему-то думал, что Шазам, мы собрались пятером, сейчас будет какая-то смок-атака, но в итоге они просто постояли в своем лесу, там попытались, кого-то подождали, в итоге никого не нашли и бегают пятером, как бы, когда в свою очередь колы просто бегают, разрозненно фармят. Вот такое. И вот он, дракош, дракон. У него просто, чтобы ты понимал, 850 урона за 10 секунд. Каждые, 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 не, а, каждые 10 секунд. Отлично, по КД. Да, он ужасен. Он просто отвратителен, в буквальном смысле, это черный прокол. Самое забавное, что они стакают армор, у них аура стакается друг с другом. То есть, если ты три армора берешь, у тебя три ауры, по три армора на АОЕ, на свою команду. Просто просто, как и греть. Ну, голем тоже грязный, в принципе, сверху. Это понятное дело, Добавить кпшки. Ну, ладно, короче, что-то как-то все совсем упечалилось, я не знал. Я не думал, что с таким пиком вообще можно играть так пассивно. То есть, если, ладно, еще джиггернаут, он бывает пассивный, но тинник, камон. Пара пацана, который говорит тебе, пацаны, врываемся, влетаем за одну секунду, но опять же, я их прекрасно понимаю, аколы ждут с БКБ на тиннике, потому что он себе зафармил Аганим, он зафармил Саблингдаггер Драмы, он определенным образом проседает перед фармом гирокоптера, не так уж сильно, но все же. И его БКБ, оно очень важно здесь. Здесь слишком много вещей, которые не пробивают БКБ, и он реально очень-очень нужен. Гирокоптер, в свою очередь, уже имеет БКБ. Лимба привязали Палец Смерти, должны его быстро забреть Кондовгад, но в итоге Лимба забревает. В ответчику прилетает сюда Чейзи, хорошая Торнадо, Хэнскин попадает под ультимейт Виверны, почти добил его Инвокер, в итоге неточный Санстрайк, поехал на Сандерстрайк, очень больно СВГ, СВГ не может ничего сделать под коллснепом, и Виверна умирает. Хороший размен Виверны на тинника, тут без вариантов, камешек того более чем стоит, они получили 884 голды, и ясное дело, опять же, если бы сейчас доминация была бы в руках Шазам, они бы так бы не думали о том, не стеснялись бы нападать, потому что у Гир еще есть смысловые артефакты, просто в данный момент, например, им тупо не особо хватит дэмэджа на то, чтобы покрыть Ченовский Хэндов Гатт, сверху еще с Мехой Эндвоксиром, Горнадо, Бласт, еще залетает Метеор, прожимает ТС, у нас БКБ, но прожимает, когда ему уже половину ХПшечки сбрило, и надо отступать. Это хороший развод БКБ, на самом деле, мне кажется, даже они не хотели наступать, потому что у них нет Тини, это раз, у них нет Дезраптеровской ульты, хотя, смотрите, они прям такие дерзкие, дерзкие, но БКБ развели, сейчас вот Глимс будет на Джейсса, нужен только Вижн, но не будет, и Волна, красиво, я люблю эту анимацию. Да, теперь начинает отплеваться просто за миллион рейнджей вот этими своими воевами, это просто жесть. Кстати, появляется Шива, тем временем у нас у Дарксира, тянет вакуумом под вот этот... Минус сейчас Леон будет, слушай. Опять, опять несчестно Леон, у него очень плохой на Туарс, он наступает отбежать. Он успел подкопать, Хекс дал в лицо, тут Сандерстрайк, ой-ой-ой, ну догорит с урной вообще просто, тут еще Сандерстрайк висел, так что без вариантов. То есть, очень большой плюс, то что они нашли его, они Виндрейнджер, которая была буквально рядом, которая фармила онлайн, но проблема в том, что у него реально нет артефактов, то есть, если он получается совершенно бесполезным, у него тапок на 32-й минуте, потому что у него 1500 колбей. Ой, Равага, хорошая пулемка, можно забрать хороший коллдаун, по двоим должен попадать, должны Лимпа сбрить, Лимпа успевает ТП шнуть на рез, в итоге он выживает, колба вешается на Бракс, Бракс отхиливается, хорошее проклятие по Чейси, Чейси в БКБ его лупит просто, но все равно ему больно, еще выживает, хочет дострелять ОВР, в итоге выживает Энвокер, сянул у нас Браксов, очень больно Дарксир, в итоге Бракс умирает, тут дерется у нас ТС под БКБ с Дарксиром, Дарксир убегает, в итоге только забрали одного Тайтхантера, и здесь еще умирает у нас ВР-ка, какой-то разроженный. ВР-ка воевала против трех, по-моему, или двух тут персонажей противника, и было, конечно, довольно тяжело здесь что-либо сделать, и совладать со своими оппонентами. Вот этот Равэйдж, который они потратили чисто в Тинника, да, и вообще полностью потратили все, что было только на Тинника, не считая эндеркурса, ну и плюс Леона просто не было в живых, потому что он только что погиб на топе. С тем, что Тинника сверху закинули еще, и потом Зефрик, опять же, отработал на все 100%, он просто отправил свой камешек на базу, его не успели дофокусить, то, о чем я говорил, проблема из Зенетворса в Геррокоптере в том, что он не может дать нужное количество дэмэджа в данный момент, и эта проблема сейчас скрылась на полную, да, вы просто не можете зафокусить Тинника за время рекола, это ненормально. Ой-ой-ой, тут хороший Торнадо по Леону, минус Леон, Леон просто его не щадят, отплевывать у нас Бракс, тут Лимпа, Лимпа выхиливает у нас Чен, живет пока еще у нас Тинника, Тинника форстапом выталкивает, пока еще живой, разменяли Аегис, хорошо, но это только Аегис, больно пробивает очень Браксу, Браксу нужно отходить, тут очень много крепочков, Браксу в итоге вернули у нас, Дезраптор вернулась Бракса, Бракса также забревает, байбэк от Леона. Что вообще произошло? Он просто прилетел под Лимпа, потому что, я не знаю, зачем он это сделал, рассказ мгновенно, это стайбэк, я просто смотрю, Леон сделал байбэк, хоп, опять когда я думаю, что произошло, то есть, он просто прилетел, получился, все, Боже мой, Леон опять умирает, проблем все еще, проблем все еще не вливание, и даже не в Тейд Хэндрю, которого нет рэвэйджа, вот в этом мужике, который вертолет, он просто делает пик-пик своими ударами, потому что он бессмысленен, ну вот Ханский, мы там с ним брили, хорошо, неплохо, хороший коллдаун, Лимпа сейчас заберут, вот, два лица могут, потому что Мэлл Шторм имеется, МСС, это более-менее адекватный дэмэдж, но мы видим то, что его нужно реально уже впихивать, тогда, когда он ничего нету, то есть Инвокер просто ушел, потому что он закончил с мана, он задолбал кастовать, задолбался кастовать, они снесли Мили Барак, они отдали, конечно, Тимника и Лаигис, но это более чем того, Барак стоит, не добрили, конечно, до конца сторону, немножко, кранжовый, он не отрегенится, это неважно, это бездравильно, но тем временем, смотри, все-таки ТС у нас собирается собирать баттерфляй, ну, знаешь, я не знаю, я бы, наверное, что-нибудь посильнее выбрал, какой-нибудь МКБ, как вариант, потому что урона катастрофически не хватает у Герыча, ему нужно реально уплотняться в плане именно урона с руки, что просто расстреливает всех флагкэноном. Греша тебе 45, мне 45, да, классная тема, классная тема, я бы с удовольствием, есть люди, которые считают, что это так, почему, я не знаю, откуда эта штука пошла, любая тема должна, с моей экстрима, просто пошло, вообще, я там прикалывался, прикалывался, как-то, и как-то, до конца показалось, что грузчик, так, Леон, нашел Свиндла, или Свиндл нашел его, сейчас мы узнаем, потому что рядом здесь есть MSS его дамеджа, более-менее, чем хватит, так, ну, бездушная рыжая от Родия, будет убивать Свиндла, будет убивать Свиндла, палец смерти, на Верочку, ой, Мекку проживает, подбегает во время Чесси, неплохой прокаст, это минус 2 для, у нас Чесси, Чесси должен убивать, как же хорошо бежать вдоль метеора, на выверке, знаешь, под бедератом, на самом деле, это не важно, все равно, что вертолет взрывающийся, ты на него не смотришь, она все равно умирала бы, это не важно было, но это было забавно, я согласен с тобой, о том, что ты просто доберешься, батишься на фиолетового деда, у которого 1700 хп, у которого, извините меня, просто нереальный объем армора, у него такое количество армора, это просто грязь, из-за того, что на нем Шива, Грифса и все остальное, плюс на нем еще и Клака, то есть он нерфит какое-то количество магического урона из-под Майл Шторма вместе с Фингеров Дефом, если бы на нем не было Клаки, кстати, он бы сдох, то есть 550 рублясов на Свиндле спасли ему жизнь сейчас, ну, инвокер ему, наверное, он еще спас воруме, пришел на помощь, я думаю, так бы его без инвокера забрели бы, это уж точно, это конечно, но он выдержал этот дэмэдж, он впитал нереальный объем от саппорта вместе с мидером, извините меня, такие вещи не все выдерживают, есть это Хардлайн, но у него 31, прошу прощения, да, 41 армор, вы понимаете, вот под всеми этими аммаурами у Дарк Сизера 41 армор, а представляешь, вместо него, вместо Тини был бы Свен еще, о боже, это все эти, все эти твои просто фантазии на тему Свена, я чувствую, у тебя определенное место в твоей жизни. Свен, Свен лучший герой в Дойте, я считаю, просто это, это как волки, знаешь, с Хаулем, только Свен, вот типа того, что-то. Не знаю, мне кажется, это просто тебе повезло, что ты именно патч такой, так-то о Свене никто не думал, никогда в своей жизни никто его не пикал, и я, честно говоря, я часто на нем играл, мне он очень сильно нравился, как герой. Тебе просто нравилось в пабе это делать, как его не было никогда. Я помню, как один раз я вот еще в свое время начал по ГГУ взять как саппорта, тут сбрели Леона опять через Санстракт, нормально. Можно было не обращать на это внимания. Это Леон, у него 580 голды, понимаешь, Нетворд? Это просто грязь. У чувака буссов спит. Один скрипов за игру, взорвали все. Не, один скрипов-то это ладно, но ты типа имеешь ассисты, все остальное, да, у него, сейчас я вам скажу, 5 ассистов, 8 смертей, и эти 8 смертей просто выбили из него все эти деньги за ассисты, это просто жуть. Инвокер еще забирает Тауэр, пытались его заденать, увы. Все плохо у Шазамов, что по графикам, давайте посмотрим, больше 16 тысяч по опыту, больше 17, наверное, уже ведут у нас команда Кол, и также больше 20 тысяч по голде, также преимущество на их стороне. Посадили на ракету нас Инвокера, понятное дело, никто за это ракеткой не побежит, ее, кстати, можно разбить, как вариант. Нет, не хотят. Да, зачем? Ну, правильно. То есть, париться, вот на Браксе сейчас въезд, опять-таки они не смогут его зафокусить. Санстрайк, неплохой, минус Бракс, да. Я думаю, что они не смогут его зафокусить за счет Глимерс Кейпа, которые на него выложили, но нет. Хороший Торнадо ЕМП, сейчас просто будет тут очень больно, прожимает AC БКБ, колдал, в никого, все просто разбегаясь, приезжали у нас Дарксир, Дарксир в итоге выживает, и нужно отступать в команде Шазам. Глимсанулик. Да, нет, ничего. Да, это гирокоптеры, его точно будет сейчас. Честь, и тем временем за контроль ДСВГ вместе с ВРК, и ВРК тоже не уходит, скорее всего. Санстрайк сверху не прощает. Виверну, это минус Виверну, так очень, что сейчас... Что там по байбэкам, кстати? Да, у Геручей нету, это значит, это значит, минус сторона точно. Там, конечно, отпушена лайн, пока далековато, еще какое-то время под плюс, но мид заберут, понятное дело, потом зайти, типа, снести все, а дело в Бракс. Вот это Равак. Вот это Равак. вот эта игра там вообще не получилась никак. Половина вещей, которые сейчас проигрывали Шазама, это был Бракс и Ворбуз, к сожалению, к тому большому. Вторая половина, это, конечно, отсутствие фарма у Геруча, который, кстати, в конце концов, вышел в бабочку, он посчитал, что это будет более-менее адекватным решением. На мой взгляд, простейший дэмэдж, любой дэмэдж был бы лучше. Все, что угодно, что с руки тебя более-менее апают, чтобы ты просто издалека стоял и расстрелил, это гораздо лучше было бы, чем эта бабочка. Ну, не суть. Все равно его сбривали, как бы, как ни крутик, по тому, по колдауну БКБ, как только она спадала, так Геруч и умирала. В любом случае, счет становится в данной встрече 1-1. Напоминаю, что это формат данной встречи Бест оф 5. Еще очень много, я так понимаю, игр у нас впереди. До самого утра я чувствую, что мы там будем сидеть. Мораль проста просто. Чувакам из Shazam не отдали двух эмбовых персонажей в виде ОД вместе с F-Spirit, и оказалось простыми персонажами, играть у них не получается. В общем, вполне возможно, что мы видим то же самое на втором пике, точнее, на третьем пике. Пик вообще будет решать 95%. 0.7 просто за игру. Господи. Это грустно. Это грустно. Не, ну Тайдхантером можно не фармить фраги вообще, это типа не дефолтная тема, то есть, ты не так много дэмэджа даешь, ты очень много делаешь. Даешь, именно прав.